здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я продолжаю приготовление больших тортов на моем канале торт буду готовить зебра бисквитный торт ни в коем случае не на кефире а именно классический бисквит покажу все тонкости как приготовить этот торт что получался вот такой идеальный рисунок торт получается очень красивым в разрезе и таким же вкусным торт тающий во рту ароматный с очень интересным клубничным кремом торт будут готовить минимум на 25 порций поэтому беру сейчас 16 яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы разделила на желтки и белки и сначала буду взбивать белки в белковую массу я добавляю 24 грамма ванильного сахара 3 пакета вы можете добавлять также ванильный экстракт взбиваю до состояния вот такой пивной пены и добавляю туда от общего количества сахара 560 грамм примерно одну треть по взбивала примерно минуту и добавляю туда также 40 грамм кукурузного крахмала и взбивать буду примерно минут пять сейчас эту массу 5-7 минут все будет зависеть от вашего миксера здесь мой миксер 300 ватт мощность у него то есть он маломощный смотрите по вашей технике бисквит этот классический он готовится без добавления соли в принципе вы можете также щепотку соли добавить но здесь это не обязательно кто будет спрашивать в комментариях меренга будет глянцевый очень красивая вот такая пышная прекращая вот сейчас уже взбивание пике вот такие подрагивающие это правильно это нормально сейчас буду взбивать дальше желтковую массу желтки сразу разбиваю сразу ни в коем случае не засыпаем желтки сахаром иначе они потом у вас уже покроются корочкой вы ничего с ними не сможете сделать и взбивать я буду примерно минут семь желтковую массу то есть желтки я взбиваю даже в какой-то степени дольше чем белки многие пропускают этот шаг но это дает пышность бисквит потом потому что миксер очень маломощный здесь у меня я взбиваю также длительно итак сейчас желтковой массе я вот так круговыми движениями вмешиваю белки взбитые конечно этот бисквит можно взбивать в мощном планетарном миксере тогда яйца можно и не разделять на белки и желтки но я показываю именно вариант здесь для ручного миксера здесь вы можете брать также венчик крупный очень важно здесь брать посуду адекватного размера к данному количеству продуктов потому что если у вас будет маленькая посуда вам будет очень сложно работать вот этого нужно избегать разделяю сейчас я получившуюся массу на 2 примерно равные части если вы новичок и сомневаетесь как это сделать лучше взвесить это на весах сейчас в белую часть теста в ванильную я добавляю 240 грамм муки просеиваю туда конечно же порциями конечно же буду вот так вот вмешивать аккуратно также круговыми движениями примерно в пять приемов чтобы вам было удобнее здесь обратите внимание я уже взяла венчик большой венчиком работать удобнее здесь потому что просеиваются сразу комочки и так светлое тесто готово отставляю пока в сторону и буду готовить сейчас шоколадное тесто 200 грамм муки добавляю туда 40 грамм какао порошка какао порошок у меня не алкализованный обычный какао порошок перемешиваю и просеиваю сейчас также порциями другую часть теста и здесь я с вами поделюсь своими уже многолетними наблюдениями как вот делается именно на большую форму чтобы тесто равномерно растекалась что здесь нужно сделать следует добавить обязательно воды не нужно бояться что тесто у нас без разрыхлителя это классический бисквит готовим но воды в шоколадную часть добавлю обязательно 70 миллилитров горячей воды можно сказать практически кипятка перемешиваю аккуратно также круговыми движениями почему я это делаю потому что шоколадное тесто всегда более плотное получается чем с мукой нам нужен красивый рисунок не разорванный плавный форма здесь у меня большая 34 на 24 сантиметра вы можете также брать раздвижные кондитерские рамки без дна который я имею ввиду все это на ваше усмотрение здесь я не советую пользоваться маленькими ложками потому что тесто у вас будет оседать это будет очень долго поэтому я беру половники два одинаковых половника либо что-то подобное половник уберите или просто чашкой какой-то накладываете тесто очень удобно ставлю выпекаться примерно на 60 минут температура 175 градусов цельсия режим верх-низ без конвекции бисквит получается ровным красивым выпекается сразу и без проблем естественно дверцу при выпекании мы не открываем проверяем деревянной шпажкой она выходит из бисквита сухая чистая еще раз повторяю это именно бисквитное тесто поэтому он должен отдохнуть минимум восемь часов я его уберу как он только остыл у меня до комнатной температуры в холодильник на ночь из формы я бисквит сейчас извлекать не буду я его потом выну из формы когда он уже полностью остынет и охладиться а сейчас форма нужна для того чтобы были идеально ровные бока у него впоследствии для клубничной основы я беру 450 грамм клубничного пюре без сахара сок половины лимона также туда добавляю и отправляю эту смесь на плиту и ввожу ее сейчас до закипания чтобы она еще не кипела у меня а тем временем я приготовлю крахмальную смесь 40 грамм кукурузного крахмала 100 грамм сахара сахара добавляйте по вкусу возможно вы любите послаще тогда нужно будет больше сахара добавить и 70 грамм холодной воды все это я сейчас перемешиваю и иду уваривать всю эту смесь клубничное пюре у меня уже практически закипело и я отправляю туда тонкой стройкой помешивая в центре ковшика всю крахмальную смесь сейчас посуде с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения как только пойдут первые пузыри первые признаки кипения я провариваю эту смесь еще примерно 30 секунд она начнет густеть становиться более яркой прозрачной и снимаю ее с огня я переливаю всю эту смесь в ту емкость где она у меня будет остывать до такого достаточно холодного состояния можно сказать до такой прохладной комнатной температуры накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт чтобы она не заветривалась и так прошла ночь я достала уже бисквит из холодильника вырезаю его сейчас из формы благодаря тому что бисквит оставался в форме на ночь бока у него идеально ровные они не высохли они идеально хорошо держат форму бисквит получился примерно 6 сантиметров в высоту бисквит очень хорошо нарезается после того как он отлежался в холодильнике нарезаю я его вот такой струной можете также ножом нарезать то есть еще раз повторяю что мы здесь приготовили классический бисквит ни в коем случае не на кефире не на сметане зебра здесь торт будет именно со вкусом классического шикарного бисквита и этот бисквит конечно требует пропитки верхний корж также обрежу остатки от верхнего коржа я измельчаю потом буду посыпать ими тортик здесь 400 миллилитров очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30 процентов нужно брать 500 грамм сыра маскарпоне 300 грамм творожно-сливочного сыра все продукты очень холодные 16 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахарной пудры я добавляю и взбиваю все это до однородности сейчас пока что когда масса вся объединилась я добавляю туда всю холодную клубничную основу если вы новичок и сомневаетесь лучше охлаждайте и сразу в холодильнике чтобы масса у вас загустела и хорошо уже соединялась с кремом взбиваю все это вместе потому что жирностью всех продуктов хорошие здесь у молочных и крахмал который содержится в клубничной основе он также способствует густоте крема если вы хотите чтобы в креме не было вот таких небольших краплений это именно косточки от клубники само пюре еще до уваривания вам следует сразу же протереть через сито и избавиться от косточек я на это внимание особого не обращаю я взбивал вот в таком виде крем готов и я начинаю сборку торта здесь собираю в этой же форме в котором он у меня выпекался этот бисквит пропитываю холодной кипяченой водой вы можете для пропитки здесь использовать любой сироп можно также его пропитывать и сгущенным молоком с водой и просто молоком все на ваше усмотрение и конечно же с сахарным сиропом но торт достаточно сладкий поэтому я использую просто кипяченую воду крем я разделила примерно на 5 равных частей то есть четыре части у меня пойдет здесь в начинку и пятая часть на украшение крема в начинку я использую не так много чтобы прослеживался вот этот уникальный рисунок зебры торт будет сочный пропитанный здесь всего в меру он не будет таким мокрым этот торт будет таким пропитанным и очень сочным здесь я его вот украшаю так на скорую руку просто чтобы вам показать что это именно торт зебра очень хорошо эти вкусы будут сочетаться с белково-заварным кремом если вы будете им украшать советую всем украсить белково-заварным кремом такой торт украшение больших тортов есть на моем канале проходите по ссылке я вам оставлю в описании к данному видео крема конечно здесь можно использовать и заварные любые на ваше усмотрение пройдите в плейлист рецепты кремов и найдете для себя нужный рецепт торт получается необыкновенно вкусным нравится как взрослым так и детям нарезается он превосходно не крошится если правильно его приготовить правильно дать отдохнуть бисквиту смотрите его нарезаю нет абсолютно никаких крошек это немаловажно когда торт нарезается на большое количество порций надламывается вилкой идеально смотрите торт нежнейший мягкий тающий буквально во рту без преувеличения со вкусом вкуснейшего классического бисквита и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео